Парламент на каникулах, политики разъехались, в аэропорту очереди из желающих улететь в долгожданный отпуск. Но за внешней идиллией берлинского лета скрывается страх перед ростом цен. Небывалая инфляция заставляет немцев экономить и сокращать расходы. Для страны, привыкшей к твердой валюте, стабильным ценам и уверенности в завтрашнем дне, это пугающий опыт. У меня ребенок и беременная жена. А через два месяца меня уволят. Я 13 лет работал в гражданской авиации, а сейчас в аэропорту большие проблемы. Я очень обеспокоен. Цены на отопление подскочили и на электричество тоже. И в результате я стою перед выбором или отказываться от отопления, или искать новую квартиру. Год за годом, месяц за месяцем, все только хуже. Меня это очень волнует и должно волновать всех. Особенно социально незащищенные слои населения будут испытывать трудности с наступлением холодов. И меня это беспокоит. Потому что настроение в стране изменится. Будет темно, холодно и у людей будет плохое настроение. Зимой же люди больше склонны к плохому настроению. И я думаю, что общество это почувствует. Накануне Европейский Центральный Банк объявил о первом за последние 11 лет повышении ключевой ставки на полпроцента. Это минимальная ставка, под которую Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Мера означает переход от политики дешевых денег и направлена на борьбу с инфляцией. Самое ценное из того, что мы можем и что мы должны сделать, это ценовая стабильность. Для этого нам надо вернуть инфляцию на уровень 2% в среднесрочной перспективе. Эта цель зафиксирована в договоре А и ОЦБ. Это наша цель, которую мы установили сами себе. И пришло время действовать. Повышение ключевой ставки Центробанка сделает деньги в экономике дороже и приведет к повышению ставок по кредитам и депозитам. В свою очередь это приведет к снижению спроса на кредиты, сокращению трат и инвестиций, падению спроса и рано или поздно замедлению роста цен. Выгоднее будет не тратить, а сберегать. В теории. Но на практике многим жителям Берлина сберегать нечего. Доход на душу населения в столице Германии гораздо ниже, чем в состоятельных городах на западе страны. Так что большинству не остается ничего другого, как еще туже затягивать пояса. Продолжение следует...